На сцене театра оперы и балета история вечная, любовный треугольник. Освежают ее бурлящие чувства и восточный колорит. Действия происходят в татарском гареме, где появляется новая наложница, а вместе с ней и ревность. Бахчисарайский фонтан под наименной поэме классика Александра Пушкина – это балет из Золотого фонда. Это уже шестая версия Бориса Асафьева. Но театр – живой организм, поэтому каждый раз зрители видят историю по-новому. За основу взяли постановку середины 30-х годов. Для этого использовали эскизы из архива Большого театра. Мы постарались показать его актуальным до сих пор. То есть я уверена, что этот спектакль – достояние нашей страны, потому что он, можно сказать, единственный, который сохранил вот этот жанр – драм-валет. Яркая премьера открыла фестиваль балета имени Аллы Шелест. В этом году он юбилейный, проходит на Самарской земле не каждый год. Но самый первый состоялся четверть века назад. От имени губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, от имени правительства Самарской области приветствую участников фестиваля, гостей. Слова благодарности всем, кто участвовал в создании этого замечательного события. И особые слова признательности мне хотелось бы адресовать Светлане Петровне Хумарьян, создательницы этого фестиваля. Мы, конечно, не могли подойти к этому фестивалю, как обычно. Без звезд не проходит ни один фестиваль Аллы Шелест, поэтому ведущие премьеры и примы-балерины Большого театра, Мариинского театра, театра имени Станиславского и Немировича Данеченко у нас обязательно будут. В программе фестиваля шедевры мирового классического балета Шопиньяна, Жизель, Лебединое озеро. Насладиться высоким искусством можно в театры оперы и балета до конца октября. Мария Левина, Максим Гусев, События.